Уважаемые коллеги, на самом деле три внебюджетных фонда это по большому счету реализация государственной политики, реализация государственных целей. Поэтому 14 триллионов рублей почти сегодня отрывать от правительства категорически нельзя. Поэтому сегодня мы проанализируем бюджетные поправки или проектировки и соответственно те цели, которые ставятся перед каждым из фондов. Пенсионный фонд, первый фонд, его задача это обеспечение достойного пенсионного обеспечения после того, как человек закончил свою трудовую деятельность. Вполне понятно и это определение действует практически во всех странах. Итак, пенсия, средняя страховая пенсия на будущий год 17 115. Несмотря на обещанную тысячу, средний рост будет 818 рублей. Эффект от повышения пенсионного возраста затухает, как мы и говорили. И на будущий год он практически пропадет полностью. Мягко говоря, пенсия в Российской Федерации не очень высокая. Если пересчитать по паритету покупательской способности, то она приблизительно в полтора-два раза ниже, чем пенсия наших ближайших сотей, в том числе в прошлом, скажем так, многих республик, в том числе постсоветского пространства. За исключением Украины и Грузии. Но, я думаю, на них ориентироваться в плане пенсионного обеспечения смысла нет. Общий интегральный показатель – это доля расходов на пенсионное обеспечение ВВП страны. Так вот, если мы посчитаем долю расходов, она вроде бы большая. 10 триллионов фонд пенсионный, 7,5-7,6 с падением с 7,3 до 2024 года. Но, если мы очистим от социальных обязательств, возьмем только выплата пенсии, это 8 триллионов рублей, это 5,9% от ВВП. В большинстве стран этот показатель от 9 до 11% ВВП. Мы вдвое сегодня проигрываем по наполнению нашего пенсионного фонда. Если будем говорить про страховые взносы, то их поступит 6,3 триллиона рублей. Приблизительно 2 триллиона рублей наша страна и наш пенсионный фонд недополучают из-за так называемой серой занятости. Это тоже зона ответственности правительства. 2 триллиона рублей. Запомните эту сумму, я несколько раз к ней еще сегодня вернусь. Итак, если будем говорить о отношении к прожиточному минимуму пенсионера, это вот на протяжении ближайшей трехлетки, мы получим интересные цифры. В 2022 году 166%, в 2023 году 158%, ну и, соответственно, в 2024 году 154%. Идет планомерное снижение покупательской способности пенсии, даже ее отношение к прожиточному минимуму пенсионера. Есть еще более интересный коэффициент, так называемый коэффициент замещения. Я напомню, перед пенсионной реформой в этом зале принималось, и это выдавалось как за некое героическое решение, артификация конвенции МОД, о том, что в Российской Федерации коэффициент замещения должен составлять не менее 40%. Посмотрим коэффициент замещения на ближайшую, скажем так, четырехлетку и проанализируемую. Итак, в 2022 году коэффициент замещения 30,9%, в 2024 году 30,1%. Для понимания коэффициент замещения до пенсионной реформы в 2015 году был 35,2%. То есть он падает. Мы не выполняем международных обязательств, которые взяли на себя, ратифицировав эту конвенцию. Ну, бог с ним, с международными обязательствами. Давайте посмотрим, как мы реализуем сегодня послание президента и то задача, которая была поставлена в рамках национальных целей. В виде прогрессивного, опережающего инфляцию, роста пенсий наших пенсионеров. Страховых пенсий прежде всего. Если мы посмотрим индексацию, я не зря задал вопрос, 5,9% запланирована индексация пенсий на будущий год. По данным ЦБ, инфляция составит 7,9%. Иными словами, на будущий год мы не получим не только опережающего инфляцию роста пенсии, мы получим фактически украденные 2%. Если посчитаем в масштабах всей страны, это очень даже приличная, кажется, сумма. То же самое было и в отношении материнского капитала. Но вроде как мы получили обещание его тоже проиндексировать хотя бы на уровень этой неправильно вычисленной инфляции. Страховая пенсия в данном случае в Российской Федерации, исходя из того, что я сказал на ближайшее время, это обеспечение либо нищенского, либо полунищенского существования нашим гражданам, которые до этой пенсии смогли дожить. Что на этом фоне? Ну, первое, давайте проанализируем число пенсионеров. Собственно, пенсионная реформа у нас ставила своей целью как раз снижение числа пенсионеров. Без эффекта увеличенной ковидной смертности за ближайшие три года количество пенсионеров должно уменьшиться на 3 миллиона 137 тысяч человек. Иными словами, 3 миллиона, та экономия на пенсиях, которая должна сегодня 3 миллиона человек, должна сложиться. 60% по данным статистики этих предпенсионеров не работают сегодня. По тем причинам, что либо не могут работать, либо не могут найти работы. Фактически они обречены на нищенское существование. Экономия. Теперь проанализируем экономию, которую добился федеральный бюджет. Это как раз трансферт на сбалансированность. 427 миллионов миллиардов, прошу прощения, будет составлять в 2022 году. И 107 миллиардов, соответственно, в 2024 году. 320 миллиардов рублей будет сэкономлено. Напомню, 2 триллиона мы не собрали из-за серой занятости. Я напомню, что 3 миллиона наших граждан мы обрекаем на нищенское существование. Я говорю про предпенсионеров. И самое интересное, на 200 тысяч человек за 3 года вырастет те, кто будет получать социальную пенсию. Это те, кто отработал, те, кто достиг соответствующего пенсионного возраста, но пенсию нормальную получить не сможет. Потому что ему не хватает пенсионных баллов, потому что ему не хватает соответствующих коэффициентов. Ну и, собственно, можем посчитать в целом, 2 миллиона наших граждан – это те, кто фактически будут балансировать на уровне прожиточного минимума. Да, мы приняли в прошлом году соответствующий закон, в котором теперь прожиточный минимум пенсионера оторван от реальных расходов на продукты, от реальных расходов на оплату ЖКХ и все остальное. Ну и теперь он вычисляется вот таким вот виртуальным вариантом. Но я еще раз напомню вам, даже этот виртуальный прожиточный минимум сегодня, отношение к нему пенсии убывает постепенно в течение этой трехлетки. Наши пенсионеры будут становиться еще беднее. Итак, к этому мы еще можем прибавить 3 миллиона граждан, которые осуществляют уход сегодня за своими больными родственниками, престолелыми родственниками, которых до сих пор государство плачет 1200 рублей в месяц, чтобы они ни в чем себе не нуждались. И они вынуждены проживать на пенсию, соответственно, того человека, за которым ухаживают. Часть все это пенсии по инвалидности, и на эти 1200 рублей. Еще 3 миллиона нищих, повторяю, все это заложено в бюджете пенсионного фонда. Накопительная составляющая провалена полностью, я даже к ней не возвращаюсь, потому что 1,6 миллиарда рублей, которые поступят от физических лиц, это вообще капля в море, она ничего не решает. Поэтому как можно голосовать за этот бюджет, в данном случае за бюджет пенсионного фонда? Если он приводит к существенному снижению благосостояния наших пенсионеров, если практически, он не отвечает ни на один вопрос, но и самое главное, загоняет ситуацию в тупик. Теперь ФОМС, фонд обязательного медицинского страхования, нам сегодня опять уверяли, что расходы государственного здравоохранения растут. Я в прошлый раз вам показал, что никакого реального роста расходов на здравоохранение нет. 1 триллион рублей в 2020 году мы потратили на лечение ковида. 1 триллион. 600 – это федеральный бюджет, 400 – еще дополнительные – это региональные бюджеты. Поэтому никакого дополнительного притока на обеспечение медицинской помощи классической нет. Онкология есть, то, что было заложено отдельно по нацпроекту, и есть ковид. Это все, что было съедено полностью в 2020 году. В 2021 году приблизительно такая же ситуация. Во многих регионах 40% сегодня расходов на социально-оранную медицинскую помощь – это расходы на ковид. Все остальные заболевания – сердечно-сосудистые, заболевания бронхолегочные и прочие социально значимые – не учтены вообще в этом бюджете как таковом. Точно так же, как нам сказали про то, что якобы все положения послания президента, которые были 21 апреля этого года, учтены. Но там нет денег, к сожалению, на лечение хронического гепатита. 30 миллиардов были, а потом неожиданно пропали. Поэтому не все положения, даже послания президента, сегодня учтены. По поводу сказанного председателем счетной палаты о том, что якобы 2 триллиона рублей по сравнению с 2019 годом упали и пойдут на здравоохранение. Даже если мы формально пересчитаем эти цифры, которые имеем, это будет 1,3 и 4 десятых с натяжкой триллиона рублей. То есть некорректные цифры, но и самое главное – пересчет с 2019 годом, когда не было ковида, когда не было дополнительных расходов, абсолютно некорректен. Никакого реального увеличения сфинансирования здравоохранения в течение 2022, 2023, 2024 года не произойдет. И ковид никуда не делся, понимаете, его нельзя вычеркнуть. Совершенно очевидно, что он будет продолжаться и дальше, будет съедать огромные государственные средства. Ну и, наконец, соцстрах. Функция его – это страхование рисков, которые связаны с трудовыми отношениями, с которыми он более-менее справляется, за исключением того, что, конечно, в Российской Федерации, я это отмечаю неоднократно, количество профессиональных заболеваний почему-то в 2-3 раза меньше, чем аналогичное число жителей в Западной Европе. И очень сложно представить, что у нас такие замечательные условия труда на наших предприятиях, что у нас нет профессиональных заболеваний. Вопрос в другом. Система фиксации, система выявления развалена, потому что работодатель не заинтересован в том, чтобы выявлять, ну и, соответственно, лечить и платить этим гражданам. В отношении социальных функций, так называемых, проводников, здесь сегодня задавались вопросы и даже гордились, что 37 миллиардов рублей заложено на приобретение 30 индивидуальной реабилитации для наших инвалидов. Но на самом деле счетная палата еще в прошлом году нам указала, что для того, чтобы обеспечить полную потребность, надо 45 миллиардов, то есть на 2021 год они рассчитывали. А мы закладываем на 2022 37, однозначно с дефицитом. И санкур лечения, как раз тоже сегодня говорили, 5,8 миллиарда рублей. Один раз в пять лет наш больной инвалид может себе позволить поехать сегодня и, скажем так, полечиться. Это абсолютно бесперспективно и бесполезно с точки зрения медицинской лечиться раз в пять лет. Но это абсолютно нечестно и несправедливо по отношению к нашим гражданам. Это говорит о сворачивании социальных обязательств, которые государство продолжает с 2006 года. И по сути, та политика, которая проводится сегодня в рамках реализации всех бюджетов трех фондов небюджетных, пенсионного фонда, фонд обязательного медицинского страхования, фонда социального страхования, это политика сворачивания аккуратного социальных обязательств, которые существуют. Это политика, которая будет сопровождаться снижением размера пенсий, снижением размера соответствующих пособий, которые ранее граждане наши получали. В этих условиях фракция КПРФ не может поддержать ни один из бюджетов трех небюджетных фондов. Продолжение следует...